Я думаю, что то, что мы видим в хенчештах, это модель, которую мы будем наблюдать на президентских выборах. То есть я думаю, что здесь, собственно говоря, мы видим, как будут разворачиваться события на правоцентрическом фланге в ходе подготовки или в ходе выдвижения кандидатов на выборы президента. Там будет очень тесно. Там будет очень много кандидатов. Судя по всему, их можно будет насчитывать, не думаю, что десятками, но точно где-то ноль обязательно к единичке будет добавлен. Потому что это, по сути, одна из немногих возможностей, которая представится правоцентрическим кандидатом для того, чтобы заявить себя на национальной политической арене, либо же утратить свой рейтинг. Как это, в принципе, сейчас происходит в случае с господином Настасьей. Поэтому уже там будет борьба не на страх, а на совесть. Будет очень тесно. Думаю, что в конечном итоге, конечно, так и не удастся договориться о том, чтобы кандидатов было поменьше. То есть, скорее всего, их будет, может быть, не 10, но в районе 7-8. Причем сильных кандидатов будет 3-4. С другой стороны, на левоцентрическом фланге, на фланге традиционном... А президентских уже сейчас мы говорим... Это потому что это очень важно. Потому что мы и сейчас, в принципе, видим ситуацию, в которой на левом фланге, в хренчештах кандидатов от левого фланга раз-два и обчелся. Их очень мало. И если правоцентрическим партиям не удастся поменять эту логику, то тогда с президентскими выборами будут очень большие и серьезные проблемы. А знаете почему? Это будет происходить потому, что во время президентских выборов... Но я думаю, поговорим об этом немного позже. Но во время президентских выборов, если мы, допустим, что первый тур пройдет Майя Санду и Игорь Додон, во втором туре победит кандидат, у которого наименьший антирейтинг. То есть тот кандидат, по отношению к которому нет устойчивого... Меньше устойчивое чувство неприязни. Нет меньше неготовность граждан за него или за нее голосовать. И вот поэтому будет очень важно, что будет происходить в этом первом туре президентских выборов. Потому что кандидаты на правом фланге будут друг друга усиленно топить. И это надует антирейтинг. В то время как на левом фланге, там, я думаю, образуется вакуум. Но мы об этом поговорим, потому что это будет очень важно. Так что я бы лично рассматривал то, что происходит сегодня с Ханчештах, как некую модель того, что мы будем наблюдать в ходе подготовки, выдвижения кандидатов на президентские выборы. Я так из вашего ответа не поняла, что происходит в Ханчештах сейчас между бывшими коллегами блока АКУМа, к сожалению. Они позиционируют себя на президентские выборы. То есть они стремятся... Понятное дело, что и Андрей Настасьев в условиях рейтинга, который падает, он не хочет окончательно сходить с политической арены, он не хочет уступать первенству Майя Санду. Политически это поведение понятно, но в принципе любая политическая партия должна быть эгоистичной. Но я думаю, что в конечном итоге, по крайней мере, между Андреем Анастасией и Майей Санду, я думаю, что в конечном итоге какой-то компромисс все-таки будет на это. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...